Пройтись по студенческому кампусу, посмотреть на аудитории спорткомплексы и познакомиться с материально-технической базой университета можно, не выходя из дома. Впервые в Украине Одесская юридическая академия совместно с компанией Google презентовали виртуальный 3D-тур по ВУЗу. Локации с 3D-панорамами доступны на официальном сайте университета, а также в Google-картах. Виртуальный тур создает эффект полного присутствия. Подробнее об инновационных разработках в сюжете наших корреспондентов. Один из самых важных аспектов выбора учебного заведения – это условия, в которых абитуриент проведет более 4 лет и получит желанную профессию. В Одесской юридической академии представили новый цифровой проект – виртуальный 3D-тур по университету. Теперь каждый желающий может с любого устройства зайти на сайт ВУЗа и найти Одесскую юракадемию в Google-картах и увидеть студенческий кампус, все аудитории, актовый зал, структурные подразделения, спортивные комплексы, общежития и даже студенческие кафе. Наш университет совместно с компанией Google разработал еще один продукт – это 3D-тур по нашему университету, который сегодня есть на сайте, который сегодня есть на Google-картах. И это наиболее актуально, наверное, сегодня, когда бушует эпидемия COVID-19, когда мы ограничены в своих передвижениях, но мы хотим ознакомиться с нашим ВУЗом. Это виртуальный 3D-тур по нашему университету. Поступающие, не имея возможности приехать и посмотреть материально-техническую базу лично, имеют возможность пройтись по коридорам нашего университета, заглянуть в аудиторию, посмотреть спорткомплекс, IT-центр, центр кибербезопасности, библиотеку. И, что немаловажно, посмотреть условия проживания в общежитии. На создание продукта ушел более трех месяцев. Два из них потратили на съемку десятков тысяч фото. Для этого пригласили сертифицированного фотографа, который строго выполнял требования к качеству фото, правила размещения на картах, а также рекомендации к расположению панорам и навигации внутри 3D-тура. Виртуальный тур – это объединение 3D-фото с аэропанорамами, снятыми с помощью квадрокоптера. Вообще виртуальный тур, он состоит из специфических фотосфер, 3D-сфер. И эти сферы, как они делаются? Их фотографирует специализированный сертифицированный фотограф, он у нас есть. Это фотограф Google Street View. И вообще для понимания, для одного здания нужно более тысячи снимков, которые сшиваются, все в один, настраиваются и загружаются на сервера Google. И получается такой виртуальный 3D-тур. Одесская юрокадемия вмещает в себя более 800 новых компьютеров, электронную библиотеку с виртуальным залом и доступом ко многим мировым информационным базам, а также пять каворкинговых пространств. С момента поступления абитуриента основной задачей факультета является подготовка студентов к работе в профессиональной среде и оказание им помощи в достижении карьерных целей. Один из IT-центров, в котором мы сегодня находимся, был открыт буквально несколько лет назад. Его открывал президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов совместно с первым замом Министерства образования и науки. И вы знаете, это был такой первый шаг в цифрофизации, в информатизации нашего вуза. И после этого, вы знаете, что были открыты и компьютерные дома, и IT-центры, и много-много другое. У нас создан факультет кибербезопасности информационных технологий, у нас создан один из крупнейших в стране IT-центр, у нас лаборатория цифровых технологий, у нас Центр кибербезопасности цифровых технологий. Студенты факультета кибербезопасности и информационных технологий с первого курса обучения проходят практику в ведущих украинских IT-компаниях и государственных структурах. Факультет сотрудничает с Департаментом киберполиции, Министерством транспорта и связи Украины, Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Кроме того, IT-специалисты университета разработали чат-бот, который разработан на языке программирования Python с элементами искусственного интеллекта и позволяет студентам получать полную информацию об учебном процессе, а абитуриентам осуществлять онлайн-экскурсии по университету и узнать актуальную информацию об интересующей специальности.